ЗРК Патриот. После операции «Буря в пустыне» это оружие приобрело всемирную известность. И это неудивительно, ведь та война была первой войной в прямом эфире. Звезда зенитно-ракетного комплекса С-300 зашла чуть позже. На многочисленных выставках покупатели и эксперты были поражены возможностями российского оружия. С тех пор Патриот и С-300 являются прямыми конкурентами на рынке вооружений. Разработка принципиально новых зенитно-ракетных комплексов в СССР и в США началась практически одновременно, на рубеже 60-х годов прошлого столетия. В нашей стране таким комплексом стал С-300, получивший индекс В, что означало «войсковой». Новая система предназначалась для замены ЗРК «Круг». У американцев появился Патриот, который пришел в войска на смену ЗРК «Найк Геркулес» и «Хоук». В начале 80-х обе системы были приняты на вооружение. Несмотря на схожесть комплексов, различия между ними были весьма существенны. Заключались они прежде всего в их предназначении. Но назначение этих систем было разное. Если Патриот предназначался для борьбы с массовыми средствами, аэродинамическими средствами и крылатыми ракетами, то система С-300В предназначалась для борьбы прежде всего с баллистическими ракетами тактического и оперативно-тактического назначения. А это по существу и определило идеологию построения, ну и техническое исполнение всех этих средств. С-300В размещается на гусеничной базе танка Т-80, то есть может передвигаться практически по любой местности с весьма приличной скоростью. Необходимое время для развертывания с марша всего 5 минут. Патриот система «Возимая» состоит из нескольких прицепов, которые смонтированы на колесной базе. Время развертывания не менее получаса, что существенно понижает живучесть самой системы. Но это не единственное преимущество С-300В. Отличие заключается между системой «Патриот» и «Трехсоткой» еще и в части управления ракетой. Принципы управления ракетой в системе «Патриот» они классические, это командный классический метод. Команды передаются земли. Система С-300В не требуется в сопровождении ракеты. Система С-300В построена на принципах управления ракетой на борту ракеты. На ракете бортовой вычислитель сам вырабатывает команды управления, и ракета управляется по данным бортового вычислителя. Благодаря вертикальному старту ракет С-300В имеет возможность обстреливать цели, летящие с любого направления, без разворота пусковых установок. «Патриоте» – пуск наклонный. Следовательно, в ходе интенсивного маневренного боя придется разворачивать пусковые установки или заранее расставлять их так, чтобы постараться прикрыть все опасные направления. Это значительно снижает огневые возможности комплекса. По единодушному мнению специалистов, и не только российских, наша система практически по всем показателям превосходит заокеанскую. По оценкам экспертов, американцы отстают от нас в этой сфере как минимум на пять лет. Сумеем ли мы сохранить этот отрыв, покажет будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok